всем привет с вами хвостович александр ведущий блога хвостович лайф я обещаю из калифорнии было два вопроса недавно которые связаны друг с другом первый расскажи про сигареты в америке про стоимость и 2 поскольку я уже не пью 2 месяца бросил ли я вместе с этим делом курить и как вот значит ну наверное начнем с того сколько стоит сигареты в сша вы может быть удивитесь но сигареты с сша в большинстве штатов по крайней мере таких больших городах достаточно дорогие за высокого налога на сигарет то есть в нью-йорке пачка я сейчас не скажу сколько она стоит точно но пачка мальборо порядка 12 долларов то есть это немаленькая сумма 12 долларов это для некоторых час работы в калифорнии пачка мальборо там лайт или красного обычного порядка 8 долларов подешевле но тоже достаточно дорого хотя когда я проезжал через некоторые южные штаты там через ту же каролину там пачка не могу сказать точно мальборо или нет но какого-то в общем местного наверно табака стоило 2 доллара то есть 2 значит и 12 чувствуете разницу 6 раз почему это возникает ну то есть вам в одних штатах одни законы в других штатах другие законы в целом в америке курить не выгодно особенно если большие города почему не выгодно потому что вы просто будете тратить очень много денег на курево а если вы только что приехали вы не будете так много зарабатывать если вы здесь на какую-то простую работу да плюс если вы курите там пачку в день то считаете что за неделю может набежать там если еще кто-то будет стрелять будет давать ну короче 100 баксов можно бежать без проблем а вот поэтому да курить курить в америке не выгодно но кроме того что это не выгодно это еще и ну в некоторых штатах то есть это не особо распространено я уже где-то упоминал что сейчас в америке в моду входит все больше и больше здоровый образ жизни то есть люди едят здоровые еду стараются там бегать и курить в принципе курят малого моего знакомого то есть у нас в компании то есть выходит буквально там пару человек моего знакомого в компании то же самое то есть выходит только он там и какая-то еще русская в общем это не популярно это не модно и все это куда-то уходит наверно в прошлое сейчас люди больше даже покупают и курят там электронные сигареты чем обычные а насчет того вопроса значит бросил ли курить я я вам так скажу что в принципе я уже активно не курю ну в течение может быть лет пять я не знаю пяти с определенными там перерывами то есть бывало когда я уходил в закур но вот чтобы я курил сам нет а сигареты я уже сам не покупал тоже лет пять а может быть одна пачка в год иногда да и то не для себя самого а когда в компании для людей если уже там я настрелял много за вечер как вообще я курю сейчас то есть либо когда кто-то даже наверное только тогда когда кто-то вокруг курит и это было в основном на всяких там тусовках пьянках а поскольку я сейчас еще и не пью то есть ну этого стало еще меньше так чтобы активно сам курить это уже прошло раньше раньше когда мне было лет шестнадцать я тягал как паровоз наверное до лет до восемнадцать то есть очень много курить а потом просто перестал сначала первая попытка была бросить с помощью книги Аллен Карр по моему легкий способ бросить курить или что-то такое я точно не помню название книги но я думаю люди в комментариях знающие напишут и помогла ли она им мне она помогла но в принципе я понимаю как она работает там пишется одно и то же по 150 раз и вот так вот методом внушения в процессе прочтения книги вы как бы и бросаете курить значит ну она мне помогла на пару месяцев то есть я перестал курить да а потом опять то есть компания тусовка опять начинаешь опять втягиваешь ну все очень зависит от окружения понимаете я конечно знаю что да сила воли и все такое но в принципе люди друг на друга воздействуют люди животные стадные можно так сказать поэтому получается так что да если кто-то курит а еще если предлагает то часто человек не поддерживает но я говорю к чему свелось все сейчас то есть я покуриваю если там ну очень приспичит там одну сигарету две в неделю или в компании кто-то скажет вот давай типа покурим но в идеале конечно вообще хотелось бы не курить совсем и я говорю что вот первая моя попытка такая была это там лет 19 наверное с этим с аллен каром потом я бросил бросал постоянно бросал но потом я как-то бросил совсем на несколько лет вообще не курил сигареты а это случилось так что мы как-то сильно с товарищем с одним накурились очень сильно и ну я мы как-то начали об этом разговаривать почему это плохо да какая от них польза от сигарет там что это много стоит ну в общем банальные вещи о которых каждый думает всегда когда он там думает курить бросить но мы как-то об этом так долго и так прям не знаю вот основательно поговорили да проанализировали что просто вот на следующий день как проснулся ну вообще не хочется вообще то есть все и так наверное на года три этого хватило ну а потом опять же почему опять начал в каждой тусовке постоянно кто-то курит кто-то пьет и вот оно снова не знаю я наверное как-то подвержен я такой человек который очень легко перенимает поведение окружающих и старается как-то вписаться да то есть все время ведет наверное как-то себя похоже на человека или людьми с которыми он тусуется я не знаю каково это у других может быть это большинство людей такие может быть это моя особенность но вот я как-то быстро стараюсь найти с человеком общий язык не важно то есть человек этот зарабатывает миллионы и чувствует себя очень хорошо либо он там ничего не зарабатывает и как-то себя не очень чувствует но в плане ну вот или поведение то есть как-то оно все поэтому начинаешь задумываться когда сейчас выбираешь да с кем общаться с кем нет потому что понимаешь что очень легко перенимаешь поведение людей ну и вот опять и потом опять начал курить и курил так активно пока это просто не начало надоедать почему потому что я сигареты уже не покупаю говорю очень давно а постоянно стрелять у людей ну вот просто вся ситуация начинает надоедать знаете вот как надоело пить и ты понял блин зачем это вот то же самое происходит с сигаретами то есть да ты покурил ты очень быстро словил там головокружение какое-то и там как-то тебе прикольно было но возникает такая фишка чем больше ты не куришь чем дольше тем меньше тебе хочется и когда ты начинаешь курить снова тем хуже оно идет тем сильнее у тебя кружится голова можешь себя не очень почувствовать начинается не нравится запах сигарет то есть как вариант людям которые хотят бросить это книга вот этот легкий способ переключиться на электронные сигареты а потом вообще переключиться на пустые электронные сигареты даже без никотина и просто оставить какую-то привычку которую потом можно заменить там допустим сосанием конфет желательно без сахара чтобы ну зубам еще не вредить и вот как-то одно в другое переключить если у вас как постоянная тяга то есть надо за это браться основательно если вы как я там раз в месяц раз в два месяца покуриваете ну я думаю я приду к тому со временем чтобы совсем не курить вот вообще ну наверное уже когда вот полностью сменится образ жизни в плане там как я отдыхаю провожу свободное время чем я занимаюсь плюс еще дети будут при детях вообще не хочется там курить подавать им какой-то дурной пример вот надеюсь я ответил на ваши вопросы по поводу курения в Америке и по поводу того как бросить курить там как бросал курить я если у вас есть какие то вопросы пишите в комментарии с удовольствием отвечу в общем с вами был Хвастович Александр всем спасибо и пока